Ну, самое трудное, ну, то есть, во-первых, начнем с того, что H4, это была, конечно же, подготовка, это была идея моего секундата Александра Рязанцева, спасибо ему за это. И, соответственно, дальше, естественно, мы не ожидали хода H5, потому что совершенно не направлялся ход, черных масса других продолжений. То есть, во-первых, уже как бы после H4 уже не обязательно CD и конь H6, но даже после этого, после H5, конечно, ну, логичный ход H6, по крайней мере, но есть и другие ходы. Это F5, ну, здесь можно было поставить E5, как мы обсуждали с Алексеем Широ, но мне не совсем нравилось, что он пойдет B6 и потом постепенно заблокирует на D5, словно на B7 поставит. И мне казалось, что, ну, как бы сложно появиться, может быть, объективно у меня и получше, но мне казалось, что E более принципиально. И дальше, мне кажется, я нашел вот важный ход, что после F5, F5, важный ход С3, потому что я защищаюсь против коми D4, подготавливаю слон D3. И здесь еще важный вариант, что если он играет FG4 на слон D3, чтобы не пустить слона, но я могу пойти просто слон Е2, и он не может бить FG2, а держит G1, FH3 из D5 и висит на G7. А, соответственно, если он делает какую-то ход, я пойду король F1 и, наверное, сохраняю все плюсы позиции. Поэтому он, значит, пошел А6, ну, я думаю, что объективно после слона D3 и король F1 у белых уже приличное преимущество. Дальше он пошел E5, но E5, не знаю, ход как бы интересный, с одной точки зрения, но с другой, мне кажется, что чересчур резкий и, наверное, ну, то есть объективно плохой. И хотя в практическом, с практической точки зрения, как бы интересно. Ну, и, соответственно, D5, мне кажется, сильный ход, E4, DC, EF, GF. Здесь я ожидал, что он побьет FG3, но там у меня получают лишнее качество FG3, 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 E2, владеет FG3, D3, и я думаю, что технически выиграют. А вместо GF там вот, а ЦБ там слишком... Нет, 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 ЦБ это было после GF, владеет F3. Да, да, да. Здесь ЦБ. Ну, ЦБ было невозможно пойти, потому что, вот, там вариант даже, вот компьютер показывал, что слон B7, ферд B3, король F8, ферд B7, владеет F8. Ну, тут ферд B4, вот это невозможно найти, владеет F2, король E1, ну, как я понимаю, но я не компьютер. Поэтому я человеческий ход слон B2 сделал. Ну, мне кажется, что в целом я не потерял преимущество, то есть, конечно, у него были практически шансы, но так вот, чтобы в какой-то момент он мог, там, сделать ничью, скажем... Ну, что он ничья не было, не видел, да? Ну, я не видел, по крайней мере, то есть, мне кажется, что я не выпускал, все-таки, большой перевес. Хорошо. Спасибо.